Приветичи! Это Хаус Флиппер, или как он там по-другому, короче, садовник, вот, дополнение садовника. Сейчас я нахожусь в инетике, рассматриваю тут всякие домики, ищу себе нормальный такой бомжатский ушатанный домик, чтобы его, естественно, восстановить, ну, как понимаешь, чем больше геморрой, тем интереснее. Вот, я уже тут присмотрел парочку, смотри, есть один вот такой вот, большой двухэтажный такой вот, за 10 лямов. Сад после постройки дома. Вот, он весь заколоченный, знаешь, как будто после ядерной войны какой-то, вот. Но, это слишком большой дом. Там 273 квадратных метра, это почти как детский сад. Блин, фиговое сравнение. Короче, неважно, дело в том, что это будет очень огромный дом для меня. Я предлагаю тебе взять вот такой, смотри, точнее, не тебе предлагаю взять, а себе предлагаю, просто с тобой делюсь, вот. Дом посреди чащи. Вот такой вот, смотри, прикольный, да, будем жить с тобой в чащи, с насекомыми, с муравьишками, которые будут ползать по нам. В общем, думаю, что все, ништяк будет. Он стоит 4 миллиона, одноэтажный, что немаловажно, и всего 146 квадратных метров. Это, по-моему, роскошь. Так что, покупаем его, даже не раздумывая, сейчас посмотрим фоточки. В принципе, все как надо, все по фэншу, куча геморроя, куча уборок потребуется. Сразу же перемещаемся в него, и вот этот вот дом мы делаем для себя. Я понимаю, что мы уже делали дом для себя, но я тот продал, потому что там было ни о чем кухни, и он вообще был маленький. А здесь у нас еще и садик с собой будет. Жалко расставаться, если у тебя нет желания выставлять какой-то из домов на продажу, то, может быть, ты хочешь туда переехать? Нет, пока не хочу. Ух, что у нас здесь есть? Куча, куча мусора. Пойдем посмотрим на задний дворик. О, да, как я люблю. Как я люблю. Слушай, я же трудоголик. Я люблю возиться в мусорки, убирать это все заколоченными досками проходы. Или что здесь? Возможно, здесь гараж был. Да, здесь, наверное, гараж был. Два гаража. Офигеть. Или три гаража? Или тут просто стенка снесена? Без понятия. Дом, кстати, не кирпичный. Он деревянный. Не очень хорошо. Ну, в принципе... А, вот он гараж. Гараж есть. А там что? Интересно, это что за комнаты такие дырявые? Капец. Ладно, разберемся. Придумаем. Сначала нам нужно с тобой убрать территорию. Наконец-то у моего дома будет сад. Как бы сад-то здесь уже есть. Тут он, смотри, березки растут и какие-то вон елки и мусор. Прям, знаешь, как будто приехал на речку отдохнуть, а кто-то после шашлыков за собой не убрал. Ну ладно, не на речку, а в лес приехал. Короче, не важно, ты понял, да? Есть люди, которые за собой не убирают. Это просто отвратительно. Такие свинтусы, они загрязняют природу. Короче, не будь как такие свинины. Будь порядочным. Убирай за собой. Ты же все-таки разумный человек. Все это винишечки. Вон кто-то тут вытягивал винишечка. Вот эту лопату берем. Сейчас мы это все делаем вот так вот. Лопатка с этой скакает. Вот дырявая моя голова. Забыл, как называется эта жужжащая фигулина разноцветная черно-желтая пчела. О, пчела вода-то, точно. После выходных, после праздника, что-то голове совсем не варит. Работать-то надо лопотой. Лопотой. Лопатой надо покопать. Я, конечно, все понимаю, что у меня как бы из подручных средств только лопата. Ну, представляешь, лопатой кирпичи и бетонный мусор копать. Это ж... Ты руки так раскачаешь, бодибилдером станешь. Это ж тяжеленная такая масса. Чтобы какие-то бутылочки, газетки. Господи, ну прикинь ты вот так вот на отдых приезжаешь, а там куча мусора. Ну, какой это отдых? Считай, на свалку приехал. Ужас какой. О, досочки. Сейчас и досочки уберем. Конечно, из этих досок можно было бы что-нибудь смастерить. Цементик. Коробочки. О, это ж комод. Весь в крови, смотри, господи. Что же это за комод-то такой был? Ужасный комод. Давай его быстрее отсюда уберем. Металлические какие-то конструкции. Ого-го-го. Вот и работенка, да? У меня какая жесткая, потная. Каждый день просыпаешься, приезжаешь на новые объекты, начинаешь вот этот мусор вывозить. Что-то там ремонтировать, пилить. Ну, благо хоть деньги платят. Ну, а кто если не я, в принципе, вот так вот подумать, да? Ну, вот надо ж людям помочь. Надо им там красиво сделать. Убрать территорию. Ну, подумаешь, я всего три класса образования сразу после младшей школы вышел и вот пошел работать, лопату кидать вот. И высшего образования нет. Среднего образования нет. Только как это, младшее образование, что ли, сказать? Я даже не знаю. Короче, вот. Если школу не закончишь, будешь так же, как я, вот лопатой вот так вот мажать, понятно? Так что вышку получай и там бигбоссом становишь, чтобы там всем указывать. Вот это сделай, вот это сделай, только деньги плати, понятно? Вот. Ну, здесь еще коробочки надо раскидать. Сейчас все это дело быстренько сделаем. Вот так вот. О, новое очко у мини. Очко у мини сейчас мы с тобой распределим. Куда только, не знаю. А, ну тут, в принципе, в уборку быстрее надо распределить. Все тут ясно. Блин. Я только сейчас обратил внимание, что забор для проезда машины дырявый. А как-нибудь его можно заменить? Тут же собаки и кошки будут лазить. Гадить будут на территории. Ай-яй-яй, нехорошо как-то получается. Так, ладно, давай пробежимся по территории, посмотрим, весь ли мы мусор убрали, потому что, мне кажется, что, возможно, я где-то что-то подзабыл. Хотя нет, вроде все убрано. Все убрано. Пришло время подстричь в газончик, где у нас садовые ножницы. Не знаю, почему это садовые ножницы, но это же газонокосилка. Начнем сначала. Погнали. А вот и мусор нашелся. Я как знал, что не все убрал. Траву скосил, мусор нашел. Знаешь, я просто обожаю запах скошенной травы. Такой свежачок, это просто... Я с него балдею. Если ты тоже балдеешь от скошенной травы, то пиши это в комментариях. Ну что, трэн-траву мы с тобой покосили. Ну ты же понимаешь, что рановатор. Рановато здесь еще делать сад. Нужно постелить газо. Ну, короче, еще куча всякой работы. Такой волокиты. Но прежде нам нужно решить, что делать внутри с этим домом. Давай, короче, отдерем эти доски. Как их отодрать? А, во. Вот так вот просто сносим эти доски. Нам нужно здесь делать стенки. Потому что, ну ты сам видишь, ну как можно жить с такими дырищами в стене? Продует нафиг тебя. Точнее, меня. Не тебя, меня. Я же тут собираюсь жить. Вот. Да, капец. Вошел. Смотри, я могу вот так вот делать. Встаньте, дети, встаньте в круг. Водим с вами хоровод. Да, вот тут дела, конечно. В общем, вооружаемся с тобой садовым шлангом. Надо вот эту грязюху всю убрать. Где шланг? Вот. Вот так вот все это дело заливаем здесь. Устроим мини-басик. Ну я, конечно, пошутил насчет басика. Короче, мы сейчас здесь все отполируем. Уборочку замутим по-быстренькому. Вот так вот. На скорую руку. Все сейчас тут с шваброй своей роскошной отмоем. Все вроде бы. Все, все, все круто. Теперь это быстренько вот так вот шпих-вых. Мах-бах. Короче, вот это вот на скорую руку убирается. Дверки закроем. Окна отмоем. Помыть окна. А окна не моются, слушай. А что окна-то не моются? Окна не моются, прикинь. Вот это глюк. А, окно грязное с другой стороны. А я думал, это заглючило что-то игруха. Ладно, сейчас помоем с другой стороны. В первый раз смоем окно с другой стороны. Ну да ладно. Все, здесь все ништяк. Возводим стеночки. А нифига себе. Что, здесь стенки не надо что ли строить? Вы прикалываете? Как-то так. Я здесь стенку хочу поставить? Серьезно? Походу, со стенкой тема не прокатила. Наверное, здесь нужно поставить какие-нибудь двери от лоджии. Или, я не знаю, может, ворота от гаража. Ну, в принципе, можно сделать здесь, знаешь, кухоньку. Выход на террасу. И, в принципе, должно быть, ну, нормально. Я единственное не знаю, что делать с вот этой комнатой. Я хотел здесь туалет сделать, но когда здесь огромная вот такая вот дырень, я думаю, что сквозить будет, когда буду на белом камне сидеть. Короче, надо решить эту проблему. Сейчас мы тут все ототрем. Давай-ка мы с тобой сейчас залезем в магазин и посмотрим, какие есть решения данной проблемы. Двери, окна. Ну, тут как бы нового ничего не появилось. Можно вот такие вот раздвижные двери поставить. Давай попробуем, посмотрим. Прокатит это? Ну, в принципе, да, прокатит. Смотри-ка. Вполне реально поставить сюда вот такие вот двери. Ну, нафига здесь две таких двери? Это вопрос. Неужели здесь семья каких-то квадратных майнкрафтеров жила? Я не знаю. Они такие широкие, знаешь. Двери так открывают, хопа, здесь проходят. А здесь второй член семьи так открывает, хопа, проходит. Ну, я просто не знаю. Нафига здесь две таких широченных двери? Это же просто вынос мозга. Это идиотизм. Ну, серьезно. Я вругаться хотел. Так, значит. Что еще? Какие варианты у нас есть? Кроме дверей и окон. Ну, окна, понятно, мы туда не запилим. Давай посмотрим, что у нас в другом есть. О, камин можем туда вбахать. Ну, камин, конечно, это не решение проблемы. Сауну. Сауну можем сделать с выходом на уличный бассейн. Прикольная тема. Прикольная. Можно, конечно, ширмы в эти разъемы поставить. Ну, это... Хей! Давай посмотрим, что у нас в разделе выживания есть. Сапоги можно поставить, да? Или турбину. Хм. Конечно. О! Канализационный водосток. Интересно, а он огромных размеров? О, нет, это не решит нашу проблему. Можно, конечно, закидать стенку, знаешь чем? Запасами еды. Рис просто накидать на всю высоту. Получится рисовая баррикада. Хм. Стволы есть. Нифига себе. Короче, можно двухъярусную кровать поставить. Ну, в общем, как мы поняли, решений много. Ну, все они тупые. Идиотский. Ай. Походу, лоджии двери придется ставить. Но это потом. Надо сперва хорошенько прибраться дома. Потому что здесь чертовски грязненько. Интересно, а шланг мне здесь поможет? О! Соседи! Здрасте! Вы нам тут не нужны. Поэтому вы переселяетесь. Ну, все. В принципе, чуть-чуть осталось. Ох ты ж, ехарный. Палеты в квартире. Че им тут делать-то вообще? Цемент. Пакет одноразовый, пластиковый. Ух. Кто же здесь жил-то, а? Ну, настало время зайти в гараж. Я, увидев, что творится в квартире, очень переживаю, что увижу сейчас там. Так, нет. Это мы не в гараж зашли. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот это в гараж. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. Неплохо. Для гаража самое оно. Потому что гараж всегда используется как кладовая, поэтому все, все, в принципе, в пределах разумного. Стеллажи мы с тобой продаем. Они нам нафиг здесь не нужны. Вот это все кровище отмываем. Откуда здесь кровище? Наверное, здесь какой-нибудь маньячелла жил. Ну, все. Вроде бы дом весь очищен. На этом наш первый день огроменно пупенной уборки подошел к концу. Ты слышишь эти звуки? Соседи. Как же я их обожаю. Они тоже решили сделать ремонт. В общем, сейчас не о них. А о том, что в следующей серии мы займемся с тобой отделкой нашего дома. Да что бы эти соседи. В общем, пиши все свои догадки о том, что можно сделать в нашем доме. Самый лучший комментарий я воплощу в реальность. Ну, точнее, в виртуальную реальность. Ну, а на этом серия заканчивается. Спасибо моим доблестным соседям. Увидимся в следующей серии. Все. Удачки. Адимус. Покедус. Покедус. Продолжение следует.